Каждый год Всемирный день борьбы против диабета посвящен определенной теме. На этот раз семья и диабет. Поэтому мероприятия, проводимые в этот день, нацелены на осведомленность людей о признаках, симптомах и факторах риска для всех типов диабета. Диабет – это серьезное хроническое заболевание. В настоящее время известно два его типа. Первый – это инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет. Коварная болезнь не щадит и детей. Юные пациенты детского эндокринологического центра не понаслышке знают, что такое уровень сахара в крови и соблюдение диеты. Обычно диабет застигает семью и ребенка совершенно неожиданно. Узнали как бы неожиданно, как гром среди ясного неба. Начал пить много, в туалет ходить. То есть буквально за две недели, неделю он так пил очень много, и в общем решили сдать анализ крови, который показал высокое содержание сахара. Скачок сахара в крови выше или ниже нормы для диабетика очень опасен. Поэтому всегда с собой необходимо иметь инсулиновую ручку и глюкометр. В детском эндокринологическом центре для детей и их родителей, кого застигла такая болезнь, работает школа самоконтроля. Это один из главных факторов в борьбе с болезнью. Обучаем их режимным моментом, обучаем их принципом диеты, принципом самоконтроля, принципом инсулинотерапии. Всех необходимых нам проблем. Однако, несмотря на заболевания, ребенок может вести полноценный образ жизни. Необходимо просто соблюдать ряд определенных условий. Постоянно контролировать уровень сахара, соблюдать диету, посещать врача и сдавать анализы. У нас ходят на тренировку подзюдо, спортивная и умственная. То есть таких ограничений мы ему, ну то есть как обычные все дети, в общем. В борьбе с диабетом современная медицина сделала большой шаг вперед, отмечают врачи. Новые препараты и приборы помогают пациенту не только облегчить жизнь, но и самое главное – продлить ее.